Красноярского собрата утонувшей Булгарии пустят с молотка. Теплоход Михаил Лермонтов выставят на торги уже в следующем году. Он отходил свою последнюю навигацию. А сегодня в Краевом министерстве транспорта заявили, что такая же судьба ждет и два других пассажирских лайнера. Лайнера Валерия Чкалова и Александра Матросова. Дмитрий Бызов разбирался, сколько еще продержатся на Енисеи легендарные теплоходы и чем их заменят. Разговоры о том, что пассажирский речной флот на Енисеи необходимо модернизировать, ходят уже давно. Дедушки водного транспорта, хотя и справляются со своими обязанностями, но поддерживать их в работоспособном состоянии становится все сложнее. При этом альтернативы нет, во многие села можно попасть только по воде. На сегодняшний день этими судами обслуживаются 19 населенных пунктов. Альтернатива авиасообщения имеет только 4 населенных пункта, ну а остальные пользуются нашими услугами. Речники заявляют, с реорганизацией флота стоит поспешить, иначе можно остаться вообще без кораблей. А после катастрофы с Булгарией вопрос стал особенно остро. Надзорные органы ужесточили требования к речным судам. Пожилые лайнеры пора снимать с линии. Но по большому счету остановить эксплуатацию устаревших судов это даже не половина дела. И Матросова, и Лермонтова, и Чкалова надо чем-то заменить. А вот здесь как раз и кроется самая большая проблема. Новых судов просто нет. В России речные пассажирские лайнеры не строят уже больше двух десятков лет. Красноярские власти даже рассматривали вариант закупки судов в Китае. Вовремя отказались. Первое, опасаются за качество. Второе, перегон через Южные моря и Севморпуть влетит в копеечку. Сейчас разрабатывается вот такой проект судна «Катамарана». По техническому заданию он должен быть быстрее, грузоподъемнее и комфортабельнее своих предшественников. Первые два года строим одно судно. Его запускаем. И следом, следующие два года, второе судно. То есть вот за четыре года мы должны два судна ввести в эксплуатацию. А, как я уже сказал, на этот период будут работать действующие матросов и чкалов. Краево Минтрансе рассчитывает сдвинуть дело с мертвой точки во время очередного Красноярского экономического форума, который пройдет в конце февраля следующего года. Если удастся договориться о финансировании, то первый новый теплоход появится на Енисеи в 2016 году. Дмитрий Бузов, Григорий Зимин. Вести. Красноярск.